муж сегодня убрался у них вот сейчас вечером я разлила воду сейчас попробую открыть снять их но это конечно сразу вылазить вчера разлила здесь воду ну естественно все сыра мокрая вот он сейчас у них тут убрался по-быстрому хочу показать поилку вот мы теперь большие мы пьем вот из такой поилки банку я обрезала потому что мне один индюшонок застрял банку я имею ввиду с этими здесь ракушка мел и поилку тоже вот подняла потому что они как хорошие куры ложатся и все это в опилках как бы моются красавчики завтра месяц не знаю взвесить не взвесить некогда взвешивать такару огород начались огороды но их прям даже вот видно мужиков и девок скажем так самец и самка они потяжелее мы сейчас давали от аква д3 я это даю только вместе с мужем потому что процесс этот скажем так надо все это быстро очень ловко он хватает индюшонка но вот туда вот их быстро по одному в коридор я капаю капли и в коридоре и передерживаем скажем так несколько минут потом очень быстро точно так же вот сюда увидите они как моются в этих опилках все в опилках на ночь пока я им включаю лампу но по минимуму очень по минимуму ребята ребята насыпала кукурузы попробовать сегодня я уже говорила что я пыталась им с первых дней где-то там примерно с первой недели жизни я уже даю кукурузу и пшеницу молотую конечно они не стали ее есть вот сейчас вот если посмотреть там вот видно вот чуть-чуть небольшой слой насыпала им кукурузы посмотрим а так ну где-то почти мешок они у меня съели вот у меня один как опять вот этот желтый и вот муж привез еще пк-5 мне еще так удивилась оказывается прямо это для бройлер на бирке было написано бройлеры и вот кукуруза вот это кукуруза сейчас покажу они и сами дробят вот посмотрите прямо видите пыль не гранулы а прям пыль пыльная может и поэтому она ему не понравилась но вот целенькая даже побольше попалась сами на базе так поняла дробят так и вот этим товарищем сегодня бройлером открыла уже вот эти вот кормушки кто видел я их вот здесь вот заклеиваю сначала скотчем двухсторонним или важно главное чем-то закрыть а теперь вот смотрю достают ну ту кормушку тоже я пока оставила чтобы им хватало скажем так кормового места вот у них такой кормовой стул когда тепло сейчас вот несколько дней было прямо жарко жарко я днем лампочки выключала так что ориентируясь по птичке у меня лазы уже открыты все я лазы зимой зимой на на ночь не закрываю вот видно если утка сидит ничего там не видно ну короче здесь не видно лазу нас открыты но вот даже в том сарае вот они все открыты на ночь я не закрываю уборка у нас так толком не закончилась огороды начались и на ночь что я говорил то лампочку я им чуть-чуть делаю прям чуть 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 потому что им все равно жарко уже жарко вот не надо тоже чтобы им было жарко перепаривать они начинают очень много воды пить сейчас я им водичку поменяю проверка пришла проверка такая что их в этот сарай пускать нельзя она загрызет и сожрет она у нас крыс катается себя размером муся муся мусь целый день может спать на террасе в курятнике а на ночь на работу ты на работу вышла да на работу опять что ли дождик пошел не пойму успела только цветочки посадила так что вот небольшой нас новости из курятника молодежь подрастает доросли до большой кормушки потому что суточные в эти отверстия проскакивают вот обычная сетка мы ее покупали она у нас по моему но с разных размеров сетка когда клетки вот эти вот делали по моему и вот сюда на пол что ли покупали я уже не помню они здесь еще плотнее это еще плотнее это чуть-чуть потоньше что ли я имею ввиду ячейка маленькая вот такая вот ячейка не знаю сколько здесь два на сантиметр наверное а так для клеток обычному вот такую брали на сантиметр 4 на 2 и она потоньше прутья ну вот здесь уже делали что получилось пришлось мне самой вот видите здесь не угадала какая большая вот получается дырочка отверстие так ты вот такой бы хватило поэтому приходится заклеивать ну вот как-то так выкручиваемся сейчас я им водичку поставлю поменяя по два литра пока хватает на день даже остается немного но я выливаю я наливаю свежие я выливаю там все равно вода нагревается не надо чтоб они теплые пили она и закиснуть может особенность там витамины стоят они все равно могут подкиснуть ну вот вот такие новости у нас клетку не закрыла укладывается укладывается сейчас открою опять побегут привет привет пахнут прямо как водотримом у меня руки еще пахнут как теперь главное закрыть клетку все очень внимательно потому что куры моментально сразу накинуться могут а тут индюшонок один упал и петух то уже смотрю как то так это на него прям вздыбился поэтому каждую клеточку проверяем каждую дверочку проверяем ну все в принципе вот всей новости у бролеров просто еда вода с витаминами но хотя бы через день чистую водичку тоже надо просто водой попить и не заряжается у нас тут нечаянная радость но сейчас попробую сколько сниму скажем так это неожиданно предложили забирать отходы вот это вот у них тут суп и каша хоть это не знаю поросенка заводи теперь муж так смеемся игру может правда поросеночка у них очисток скопилось за три дня и вот смотрите какая куча очисток это это вообще тут кором раздолье остальным тоже конечно везде насыпали очисток капусты здесь в основном картошка потому что здесь утки ну куры выбирают морковку и у каждого по ведру скажем так это что там суп каша и целый мешок привезли хлеба резаного у нас была возможность когда-то нам списали вот такие баки вот было в чем привезти я уже это давно муж говорю уже года два-три давай поросеночка давай поросеночка ну конечно если каждый день забирать таких количеств не будет слушай ты индюшкам поставил у них у них она или не видит или у них хуже не из того бака налита но я смеюсь конечно но лучше вот у маранов через сетку трескать вот опять снеслась на земле чего ты мне хватает не знаю вот эти уже подъели тут кучку много было было много конечно за три дня если так каждый день забирать по чуть-чуть то и на тележке можно доехать мы ездили на машине этим здесь тут раздолье конечно но хлеба столько я вообще не ожидала сколько хлеба даже мешки попросили если есть из-под комбикорма ну чистые сухие мешки муж он у меня баки моет вода ледяная он моет сам на улице подогрева нету вот тоже но это не списанный это скажем так это свойский 0 ставь индюша там сегодня месяц я все-таки решила их взвесить отпускай 880 ну принципе весту увидели до на пол пока давай быстрее а то у меня камера может кончится и телефон тоже любого можно даже поменьше какого-нибудь побольше не будем много сейчас две-три штучки взвесим и все куда ты бежишь то куда не на него побольше лапу вторую поставьте ну так же 800 грамм ведро падает у нас тут спартанские условия у нас ливень начался вот поменьше какого поймаешь потому что прям вот видно распушился иди сюда иди сюда и прям индюк видно наверно все таки который побольше это нам мальчики а поменьше это нам девочки самки давай стимой ой тимой 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 600 грамм давай еще одного любого ты мне наверно в кадр попал ну чуть-чуть ладно муж не хочет я его снимала до одного и все тихо на этих нет поменьше будет грамм 700 почти угадала 700 и прыгает но 700 есть ладно стоять 770 молодец и сел все не будем больше мучить ну вот примерно от 600 до сколько там 800 900 950 до самцы побольше он тут прям ходил слышу погоди прям ходил весь распушился ну иди ко мне иди сюда иди иди сюда иди сюда иди какие красивый да красивый прямо индюк слушает он чё понимаешь и самка куда ты милый все убирает нет нет 4 вот 4 4 вот все там на сын дел никаких опять ливень вот о чем я говорю ведь как хорошо что они накрытые и красота трескают очистки ой 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 лёш ты хочешь всех сразу и я им открыла одну дверку потому что они опа смотри там поймал открыла им одну дверку пакет точнее убрала один все там только вот этот угол оставила и все потому что они лезут им уже интересно было тепло что ты орешь было тепло лампочку убирала выключала вот видите я им вот парочку этих только оставила как сказать пакетов боковую потому что здесь петух вот у них в соседстве не дай бог расклюет ну выйди там а я зайду на то место